Борьба с коррупцией – это очень важный аспект деятельности будущей власти Новороссии. Вы знаете, очень интересно, когда землю в Китае можно отвезти за 48 часов. Почему? Потому что там всё открыто. Там нарезаны участки, там определены пошлины. Все участки имеют категории – это дороже, это дешевле. Платишь пошлину, приносишь квитанцию, в течение 48 часов получаешь документы на земельный участок, идёшь и строишься. У нас это дело затягивается на долгие мучительные годы, потому что и тому дай, и второму дай, и третьему дай. А причиной всему – это сложность процедур и закрытость процесса. И ничего с этим делать нельзя, потому что ни один из государственных органов не позволяет и не имеет механизмов влияния и воздействия на всю эту ситуацию и обстановку. Вот кто пробовал в Донецке отвезти земельный участок, я один из таких, тот знает, что все земельные участки была такса. То есть формально, по закону, это бесплатная процедура, где можешь ты отвезти участок, чтобы построить дом. Причём, де-факто, это коррупционная большая схема, которую невозможно было разрушить никаким макаром, потому что земельный кадастр закрыт. Мы, общественно-политическое движение Новороссии, и я, её лидер, будем выступать за открытость бюджетов, реестров и кадастров. Если говорить о бюджетах, то я, например, являюсь свидетелем, когда стоимость одной спортивной площадки составляла 500 тысяч гривен. И потом из кулуарной же информации я узнал, сколько реально было потрачено на ту площадку. 7 миллионов гривен, 7 миллионов гривен, более 90 процентов денег было украдено. Тупо, банально, нагло украдено. Известны фамилии людей, которые к этому причастны. Известны те, кто получил львиную долю этих коррупционных денег. Нам ведь известно хорошо, кто посадил Донецкого мэра, кто посадил Макеевского мэра, сколько он пилил, сколько он кому отдавал, откатывал, где он поделился, где он не поделился. У нас есть все документы для привлечения к ответственности. И мы будем привлекать к ответственности таких людей, которые воровали, находясь у власти. Для которых власть является ничем иным, как кормушкой. Власть – это инструмент для реализации идей, которые улучшают жизнь общества. Это место, где нужно служить людям, а не обворовывать их, перераспределяя бюджетные деньги себе в карман. Ведь коррупция – это не только брать взятки, коррупция – это и давать взятки. И у нас коррупционером является каждый второй. И если бы каждый сказал, что «я честный человек и взяток не даю», то никто бы их и не брал. Поэтому древние, еще раз повторюсь, и говорили, каждый народ заслуживает своего правителя. Хотите жить без коррупции – не давайте взятки. Не давайте взятки. Бытовая, да, у вас взятка. Не давайте бытовую взятку. Вы бизнесмен, участвуете в тендере. Не давайте взятку. Договоритесь с другим бизнесменом. Подайте в суд. Приведите митинг. Станьте народом, в конце концов. Чтобы это все не было зря у нас. Это с одной стороны. Самосознание народа. Народа подчеркивает. С другой стороны, конечно, нужны целые комплексы мер по борьбе с коррупцией. Реальной борьбе, не имитацией ее. Со стороны власти. Для этого нужно создать специальную службу по борьбе с коррупцией. У которой будет один начальник, глава государства. Которой никто не будет ставить палки в колеса, когда она будет карать. Потому что нашу коррумпированность, наш уровень коррумпированности общества спасут только массовые репрессии. Под репрессиями я не имею в виду смертные казни. Репрессии я имею в виду здоровые законные меры воздействия на людей, которые воруют бюджетные деньги. Распиливают их. Следующим аспектом по борьбе с коррупцией должны стать достойные зарплаты чиновников. Людям в государственном секторе нужно платить зарплату 80-90, а может быть и 100% уровень, как и в частном секторе. Чтобы в государственный менеджмент не стыдно было пойти самому квалифицированному юристу, самому квалифицированному управленцу. Не стыдно было пойти, потому что зарплата достойная. И работа интересная. И работа почетная. Нужно сделать профессию государственного служащего престижной. И как одной из составляющих этого престижа должна быть высокая зарплата. И тогда можно говорить о том, что чиновники должны работать эффективно. Милиция должна работать эффективно. А мы требуем европейскую милицию, а у нас у патрульно-постовой службы зарплата 200 долларов. Какая европейская милиция с такой зарплатой нищенской. Поэтому и шутят милиционеры. А я думал, дали пистолет и крутись как можешь. Следующим аспектом должны стать честные СМИ. Которые будут освещать факты коррупции, не останавливаясь ни перед чем. Свободные честные СМИ, где не будет цензуры на то, чтобы не снимай вот это, не говори об этом. Для этого нужны государственные СМИ, которые будут показывать коррупцию там, где она имеет место быть. Также нужны доверительные отношения специальной антикоррупционной службы с народом. Народ должен знать, что если он пожалуется туда, то его заявка, его жалоба будет как минимум рассмотрена. И как минимум будут приняты действия. Для этого всю эту систему нужно реализовать в электронном виде. Где заявку нельзя будет стереть, выкинуть, спрятать, замолчать, положить под полу. Где заявка есть, и даже президент может посмотреть, заявка есть, а почему не отработана. Или отработана, ну посмотреть, как отработана. Эффективно ли отработана. Какие меры приняты. Удовлетворён ли человек. Какую оценку человек поставил по этой заявке. Всего этого очень боятся. В Европе это называют электронным государством. Я бы назвал это электронной системой взаимоотношений с органами государственной власти. Электронное государство это всё-таки система учёта. Население, система контроля за людьми, система слежения. Здесь нужна только система взаимодействия с властью. Вы ведь посмотрите, мы живём в информационном обществе, где человек может полдня потратить на то, чтобы взять справку о составе семьи. Хотя справка о составе семьи, она, ну это электронная база людей прописки. То есть, если грамотно реализовать, то справка о составе семьи берётся там двумя кликами. И никаких денег за это вообще государство не может не брать. И всё быстро, время не тратится. Это давно реализовано в нормальных странах. В нормальных, где есть понимание о том, что власть это служение людям. Где не разделяя властвуй, а объединяй и служи во власти. Объединяй и служи. Власть это служение, а не зарабатывание денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова